Друзья, всем привет! С вами Мнимон. И сегодня мы пойдем вылавливать ежей. Ежи находятся на глубине 3 метров. Их спокойно можно взять рукою и поставить в сумочку. Вот на буйке у меня есть такая сеточка. Куда я в сеточку складываю ежей. Их спокойно можно взять рукою и поставить в сетку. Только взять перчатку с собой. А их не надо не отдирать. Они легко отцепляются от камня, от земли. И можно спокойно ставить в сетку. Ну давайте же пошли. Вылавливайте ежей. Пойдемте! Вот я насобирал ежей. Вот целый мешок. Вот ежики. Это как выглядят. Вот смотрите, как ежики выглядят. Они их белые иголки, но с разным оттенком они. Давайте же посмотрим, как их едят сейчас. А сейчас расскажу вам, как ежи едят. Для начала их нужно вскрыть. Обратите внимание, что они шевелят иголками. Ежи это морепродукты. Они должны быть живыми, потому что их едят сырыми. Вот смотрите, мой еж шевелит иголками. Посмотрите, какого они цвета. Фиолетовые, розовые. Оттенок. Иглы на кончиках белые. Такие ежи должны быть с икрой. Чтобы удобно было их держать, нужно перчатка плотная или строительная. Или просто взять полотенце. Для того, чтобы они не укололи. Потому что трудно будет вытаскивать иглы. Смотрите, как вам будет удобнее придержать ежа к доске или плотно держать в руке. Ежа нужно разрезать по кругу. Открывать и есть их можно прямо на берегу. Или привезти домой. И приготовить это на кухню. Итак, давайте мы посмотрим, что у него внутри и что здесь можно есть. Это пищеварительные отходы. Это его зуб. А вот это икра. Какую можно есть. Вот, пищеварительные отходы. И зуб мы удаляем. А икру можно промыть и прямо ее уже можно есть. Промывать ежа. Промыть его можно прямо в море. А можно промыть прямо под кран. Вот мы промыли. Осталась чистая икра. И так мы проделываем все всеми ежами. Вот, хотел вам показать. Вот видите, здесь находятся зеленые или желтые крупинки. Это есть нельзя. Это ежевые какашки. А что можно есть? Это икра. Вот она. Она бывает розовая, оранжевая, желтая. Вот оттенка. Ее можно есть. Тут, конечно, очень мало, но вкусно. А вот в зависимости от сезона бывает ее поменьше и побольше. Икры. Всех ежей скрыли, почистили, помыли. Вот так они выглядят. Видите, икра. Икру можно есть прямо в таком сыром виде. Икра бывает у нас оранжевая и коричневая. Икру можно есть прямо в сыром виде. Икру мы берем с брызганным лимончиком. Морской укус. Такой славщавый. Икорки не чувствуются. Чувствую, как паштет. Икру можно собрать. Приготовить ризотто или пасту. А можно икру просто собрать и заморожить в холодильнике. Пишите по желанию в комментариях, если вы хотите, чтобы я приготовил такой рецепт ризотто или пасту с икрой ежа. Икру хорошо бы охладить ледом. Взять кусочек икры. Сбрызнуть лимоном. И запить холодным венцом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И смотрите мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok